приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы лето сезон пикников и наверное вы неоднократно сталкивались с проблемой на пикнику на пикнике очень просто приготовить шашлыки но достаточно сложно приготовить какой-нибудь вкусный гарнир решение этой проблемы есть интернет-магазин shoppam shoppam.com то есть магазин сковородок . ком прислал нам на на обзор вот такую вот замечательную сковородку сделана она из диска бараны раньше такие сковородки делали кустарными методом но вот этот вот интернет-магазин shoppam.com они не только продают они сами и производитель поэтому сей чудесный девайс вы получаете непосредственно от производителя пришла она вот так вот упакованная прислали мне полный комплект который включает из себя сковородку крышку и чехол ну какой крутой чехол у меня больше всего здесь еще и лопатка даже есть меня больше всего интересует сковородка сейчас мы ее соберем я немножко расскажу об этом чудесном девайсе и после этого попробуем на ней что-нибудь приготовить очень очень приятные ребята я пообщался по телефону не знаю с руководителем или с менеджером настолько приятное общение очень мне понравился вот это вот диск культиватора он имеет толщину 4 миллиметра то есть такая очень толстая закаленная столюка за счет этого он не будет деформироваться и он будет очень правильно передавать тепло готовящимся продуктам а находясь на природе на пикнике вы сможете на этой сковородке не только сделать жареную картошку банально сделать рагу сделать жаркое сделать аджаб сандал вот как бы единственное единственное что мы могли раньше использовать на пикнике это казанок но в казанке можно сделать ну только жидкие блюда там уху плов какой-нибудь тут мы можем приготовить такой классный какой-нибудь классный гарнир но сегодня вам покажу один из вариантов и вообще ближайшее время сделаю несколько очень хочу показать рецепт приготовления аджаб сандали грузинского блюда на такой сковородке вот такой вот девайс значит здесь потом мы разведем огонь и будем на нем жарить сама сковородка уже прокаленная то есть она прокаленная причем она немножко жирная ребята меня предупредили что она прокаленная растительным маслом но мы на всякий случай прокалим еще раз вот этот вот бортик приварен значит сделан из стали 4 миллиметра по моему 4 не хочу бежать за штангелем такой достаточно толстый бортик приварен он точечной сваркой точечной сваркой приварен по той причине что если его обваривать под полностью вокруг то естественно саму сковородку от перегрева со сам вот этот вот диск бараны от перегрева поведет значит расскажу о ценах сама вот эта вот сковородка на сегодняшний день стоит 390 гривен такие вот ручки вот такой вот комплект надо посмотреть цены а то я не выучил их до 390 то есть вот это вот базовый комплект вы получаете сковородку приезжаете на природу прям под сковородкой разводите костерочек и на ней готовите жареную картошечку жареные овощи тушеные овощи ну вот для того чтобы приготовить тушеные овощи или жаркое нам понадобится еще крышка комплект с крышкой стоит 530 гривен суперски отлично подходит никуда не ерзается а для того чтобы все это дело переносить можно использовать вот такой вот чехол из брезента чехол вам обойдется еще дополнительно 200 гривен на чехол из настоящего такого военного брезента ребята сказали что прошит армированной нитью поэтому не разлезется там через год хранения и не ну как бы такой военный чехол реально толстенный брезент хорошо качественно пошит в общем такой комплект и в принципе по большому счету я хотел вот хотел заказать у них одну сковородку но ребята прислали мне полный комплект за счет за что им большое спасибо что мы сейчас делаем я буду готовить не в лесу а у себя на участке поэтому сейчас сооружу какую-нибудь штуку для костра потому что у меня везде здесь плитка жечь костер на плитке неохота прокалим эту сковородку или прокалим в общем подготовим ее к приготовлению и сделаем на ней одно очень интересное блюдо вот которое я уже готовил моего товарища есть подобная сковородка сделанная просто из диска бараны культ кустарным способом но это совершенно не то то есть конечно этот девайс такой внушает внушает уважение и вот когда делают просто кустарным способом она без бортика а здесь этот бортик но вообще очень достойная штука потому что я же говорю можно будет готовить рагу ну плов конечно не получится для плова нужен казанок можно будет готовить жаркое и главное можно готовить на большую компанию вот сама барана она реально ну вот это вот вся фиговина весит 6 килограмм с крышкой она весит 8 килограмм то есть все достаточно толстая за счет этого мы получим равномерное распределение тепла и я надеюсь что у нас ничего не будет пригорать ну что друзья я готовлю готовлю для костра все и будем обжигать сковородку прокаливать вернее первый раз и готовить а вы если у вас есть такое желание пока я все готовлю можете заглянуть в интернет-магазин shoppan.com ссылку вы найдете в описании видео ну и видите ее на экране естественно на экране ссылка не активно а в описании ссылка активно соорудил я из старого мангала вот такую конструкцию чтобы не жечь костер на дорожках естественно как вы понимаете если мы готовим на природе то ставим просто на землю вот на этих ножках естественно соблюдая технику пожарной безопасности не разжигая костров в лесу причем землю можно утопить вот видите она у меня стоит на металле я ее не могу утопить поэтому костер должен быть достаточно высокий когда вы ставите на землю вы Вы можете утопить сковородку на нужную глубину. И таким образом буквально пару дровишек будут ее разогревать. Не знаю, как нагревается эта крышка. Пока не нагревается. В первую очередь нам надо сковородку, как я уже говорил, прокалить. Для этого наливаю на нее растительного масла. Ну вот так вот, много не надо. И хорошенько его разогреваю. Хотя ребята говорят, что они это делают точно так же растительным маслом. Но я думаю, что процедуру повторить будет не лишнее. Так же, как мы прокаливаем новый казан, новую чугунную сковородку. Так же прокалим и эту. Когда с поверхности масла начинает идти сизый дымок, значит оно раскалилось. И следовательно, процесс вот этой прокалки сковородки можно считать законченным. Поэтому сейчас я вылью это масло. Оно нам больше не понадобится. И приступим, друзья, к приготовлению нашего самого вкусного блюда для пикника. Отправляем в нашу чудо сковородку шкварочки. Чтобы получилось у нас картошечка жареная не на растительном масле, как дома, а на шкварочках, как на природе. А вообще нарезать сюда можно все, что угодно. Друзья, вообще на этой сковородке это такое чудо для пикника. Можно готовить все, что угодно. Вот мне эта штука нравится реально значительно больше, чем котелок. Готовит очень быстро и очень вкусно. Буквально 2 минутки и грудинка выжарилась. Получились прекрасные шкварочки. Посолим их. И пока что их достанем. Потому что если мы будем готовить с ними, можно, конечно, и с ними. Но тогда из них уже получатся не шкварки, а сухарики. А так у нас будут классные сочные шкварочки. И мы потом сможем это дело добавить в наше блюдо. Теперь, друзья, отправляем сюда картофан. Сейчас, наверное, будет брызгать. Нет. Даже и не брызгало. И, как на обычной сковородке, жарим картофанчик. Крышка нам еще понадобится. Я ее не зря не убрал. У меня такая задумка. Самое красивое блюдо для пикника. Картофанчик почти готов. И присолим его. Естественно, солим по вкусу. Потому что вкусы у каждого разные. Я, друзья, готовлю сейчас очень мало картошки. Потому что мы ее будем с оператором Ларисой, так сказать, кушать. А можно готовить полную сковородку. И мы так делали с моим другом, у которого уже есть такая сковородка. Вот что еще хорошо в этой сковородке. Тут можно регулировать, как под казанком, степень нагрева. Убрал дровишку, нагрев меньше. Добавил дровишку, нагрев больше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, дым какой. Ужасный дым. Картофанчик практически пожарился. Теперь самое интересное. Добавляем сюда наши шкварочки. Шкварочек мы никак. Какая красота получилась. И сгребаем картофанчик так ровненько, аккуратненько к серединке. И теперь... Оп-ля! Фу-у-у, дым. Ай-ай-ай-дым, глупый дым. Когда мы готовим на большую компанию, то яйца вбиваем полностью по кругу. Получается такое очень радужное блюдо. Очень красивое. Вот картошка эта окружена яйцами. Теперь, чтобы яйца быстренько прихватились, на минутку буквально накроем крышечкой. Как всегда бывает на природе, дождь идет в самый неподходящий момент. Присолим немножко яйца. И наше блюдо готово. Осталось снять его с огня и заправить зеленью. В связи с дождем пришлось перебазироваться под зерено. Но блюдо от этого менее вкусным не стало. Украсим его зеленью. И, друзья, естественно, если мы на пикнике, то подавать его никак не надо. Даете каждому участнику пикника по вилке. И все дружно вот так вот. Номинаете вкуснейший картофанчик. Со шкварочками, с запахом костерца. С красивой, красивой яишенкой. Мне надо еще сфотографировать красиво. Поэтому... Кошка, ты тоже хочешь? Тебе тоже дождь не нравится. Мы вывели кота погулять, ей тоже не нравится дождь. Друзья, вот такая вот прекрасная сковородка. Ну, и вот такой вот очень простенький на этой сковородке рецепт для пикника. Надеюсь, что вам понравилось, понравится. И надеюсь, что это видео поможет вам определиться в выборе такого прекрасного девайса, я бы сказал, в интернет-магазине shoppan.com. Ссылку я оставлю в описании, как я уже говорил. И приготовлю еще пару-тройку рецептов для пикника, которые вы с удовольствием сможете использовать, так сказать, когда будете отдыхать со своими родными, близкими и с котом, может быть, на природе. Чего я хотел еще сказать. А, да, следующее блюдо, которое мы приготовим, это будет грузинский аджапсандал. Вот дождь меня немножко сбил. Поэтому, друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам видео было полезным. Заходите в интернет-магазин shoppan. Смотрите такую замечательную сковородку. Но мне это лично очень нравится штука. Реально толковая. И вот она лучше самодельной, той, которая делается кустарным методом. Ну, реально лучше. Жарит очень классно. А я на этом говорю вам до свидания. И мы с Ларисой идем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова